Продолжаем. Вот вы позанимались. Что могло возникнуть? Какие-то, знаете, вопросы, ошибки, вроде всё делаю, но что-то не получается. То, что могло у вас получиться. Первое. Варган может как бы ёрзать. И удар не получается, и зубы трещат, по ним всё бьёт. Очень сильно много внимания уделите вот этой удерживающей руке и всем плоскостям, как вы прислоняете. Потому что бывает, что рука как бы наоборот не в тонусе, она не удерживает варган, и он просто как-то не задерживается. А бывает, что вы настолько напряглись, это прям может быть видно по руке, прям по жилам, так сказать, напряглись, что вы себе чуть ли не челюсть сдавливаете. Это со временем уйдёт. Смотрите, что прислонить нужно только, прилагая только необходимые усилия, чтобы он прислонился. Вот, допустим, вместо зубов моя рука. Вот, я чуть-чуть прислоняю. Еле-еле касание. Но оно достаточно плотное, но я не делаю усилий, иначе это и в шее будет потом перенапряжение, и для зубов ничего хорошего. Усилие такое, просто чтобы прижать. Не больше, не меньше. А вот этот палец он тоже контролирует прижатие, даёт возможность не уйти в плоскости, прижатие и такой противовес. Всё. Это выработается, привычка. Нужно время, но отслеживайте, чтобы не было слишком сильного напряжения. Ещё немножко моментов про тело, потому что в том уроке мы про это не говорили, чтобы не делать лишних якорей внимания. А сейчас поговорим. Когда мы держим варган, очень часто возникают вот такие штуки. Зачем-то наша голова стремится к варгану, хотя, казалось бы, эта рука прислоняет варган. Отслеживайте, что у вас с телом всё в порядке, вы сидите в той прямоте, в которой ваша спина умеет. Не надо пытаться быть супер прямым, не надо горбиться, просто вот ваше тело, как оно есть. И вы прислоняете варган к зубам, к голове, не голову к органу тянете, вытягивая шею, как черепаха. А именно варган идёт к вашим зубам. Это присмотритесь. Часто даже такие ошибки есть у опытных варганистов. Смотришь видео, они зачем-то вот так вытягиваются. Нехорошо для тела, просто ничего хорошего для мышц в этом нет. Зачем же нам бредить себе? Оп, оп. Ничего здесь не тянется, рука тянется. Второй момент. Вот это вот всё. Вот эта конструкция, которая прислоняет варган. Вы можете слишком задирать руку, не надо. Смотрите, вот у вас повисшая рука. И приподнялась в локте. И здесь кисть такая, кисть пофигист. Пымс. Пымс. Нету тут никакого напряжения, его здесь нет. Можете замечать, перед зеркалом, особенно если играете, что приподнимаете плечо, опустите. Руки висят, как висят всегда при ходьбе. Локоть приподнялся чисто, чтобы руку, вот это движение сделать. И кисть зафиксировалась. Всё. Никаких здесь подъёмов, никаких здесь подъёмов. Всё очень органично. Третий момент, это вот эта бьющая рука. Но в начале с ней может быть много проблем, ей непривычно, её надо понять. Ей нужно движение выработать, лёгкое. Она будет идти через свои стереотипы какие-то. Но тоже следите. Так же здесь, как бы мы на шарнирчиках подвисли. Здесь так же мы просто приподняли руку в локтях. Кисть свободная. Ничего вот здесь, вот здесь не задирается. Нет такого, что я такой треугольник. Я нормальный человек. Я сильно в подмышке тоже не сжимаю. Просто всё опустилось. И руки на адекватном расстоянии от тела. Подслеживайте. Это очень важно. Ещё одни ошибки, которые могли выскочить относительно самой конфигурации бьющей руки. Часто замечала, когда только-только даёшь человеку попробовать в орган, вот эти вот, даёшь точки, как себя надо расставить. У человека может быть что-то такое. Какая-то непонятная конфигурация здесь. Смотрите, мы... Это тоже сложно объяснять телесные движения. Ось среднего пальца. Рука как бы не собрана. Нет здесь напряжения, но и не такая. Она просто... Вот, не знаю, помашите кистью. Всё. Она просто вот как бы... Петерня как есть. Просто точка внимания идёт через вот этот палец. Можно не пытаться сделать её слишком прямо. Не кучковать. Вот как есть. Она такая, знаете, слегка сгруппированная. Слегка. Ось. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Чуть-чуть, как видите, у меня средний палец бьющий. Из вот этой пятерни немножечко выступает. Именно чтобы он коснулся не кто-то ещё, а он. Чуть-чуть такой... Вать! Я первый, ребят. Чуть-чуть, чтобы попадать. Он немножечко вот из общей массы выделился. Так что обращайте внимание на вот эти моменты. Плечи, шея, сгиб. Здесь всё повисло. Сгибы только в локтях. Не знаю, это как... С чем сравнить? С тем, что у меня в руках штанга. Я её тягаю. Вот так. Ну, или две гирьки. Я же не приподнимаю плечи, не тягаю. Я так умру вместо тренировки. Вот тут то же самое. Плечи спокойные. Локти приподнялись. Кисти. Ля-ля-ля-ля. Динозавры. Спокойные руки. Расслабленные. Напряжение только такое, чтобы сделать нужные движения. Не больше, не меньше. Со временем оно выработается как автоматизм. Не переживайте. Если не получается, просто отслеживайте. Несколько месяцев и всё пройдёт. Лишь бы не закрепить себе вот каких-то кривых конфигураций. Поэтому смотрите в зеркало, пробуйте, отслеживайте.